Здравствуйте! Я рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Пастрингун. Недавно я с удивлением обнаружил, что у нас на канале до сих пор не было обзора на эту замечательную машинку под названием Moser Li Plus Pro. Машинка появилась уже достаточно давно и пришла она на смену своему старшему собрату Moser Chrome Style. Давайте посмотрим сначала, что же у нас тут упаковочка собой представляет и потом заглянем внутрь. Итак, на фронтальной поверхности, как у нас любят производители, изображена машинка. Здесь она, правда, не в актуальном размере, она здесь увеличена и нарисована целиком. Ну да бог с ним, по крайней мере сразу понятно, что лежит внутри. Пишет у нас здесь производитель, что это профессиональная машинка, которая может работать как со шнуром, так и без шнура. Ну и что она выполнена в Германии. Ну хорошо в Германии, то в Германии. На оборотной стороне у нас перечислено на нескольких языках то, какие плюсы имеются у этой машинки, и изображена комплектация в подробностях. Здесь мы видим, что в комплектацию у нас ходит машинка, зарядная подставка, зарядное устройство ножа, сетевой кабель, кисточка масла для смазывания ножа и шесть насадок. Дальше здесь у нас, в общем-то, ничего интересного нет, здесь тоже, и на торце, на одном из торцов у нас перечислены технические характеристики, которые для нас должны быть наиболее интересны. Здесь используется нож со стандартной шириной 46 миллиметров, с регулировкой длины среза от 0,7 до 3 миллиметров. Этот нож быстросъемный, так называемая система Magic Blade от Moser, но хотя этот нож быстросъемный, быстросменный, менять его особо-то и не на что. У Moser нет в данном типоразмере ножей для окантовки, либо с другой длиной среза. Дальше. Имеется режим быстрой зарядки, имеется режим поддержания скорости ножа, поддержания мощности, имеется литий-ионный аккумулятор, на сегодня это считается самый современный тип аккумулятора по сравнению с никель-металлогидридным. Работает от одной зарядки машина 75 минут максимум, время полной зарядки 45 минут. Это большой плюс Moser-овских машинок, они, в общем-то, практически все профессиональные машинки у них заряжаются быстрее, чем разряжаются. И имеется очень удобный экран об информировании о состоянии машинки. Он отображает уровень заряда и добавился новый индикатор, чуть позже посмотрим, который говорит о состоянии ножа. Итак, давайте вскроем коробочку и посмотрим, что внутри. Внутри у нас, как всегда, набор макулатуры. Это инструкция на нескольких языках. Настоятельно рекомендую вам ее все-таки прочитать, чтобы не было потом сюрпризов и не бегать в магазин переспрашивать, что же с вашей машинкой не так. Это гарантийный талон. Здесь особо ничего интересного нет, но рекомендую обратить внимание на пункты, на что не распространяется гарантия. Гарантия не распространяется на состояние аксессуаров, то бишь насадки, подставка и так далее, и на нож. Нож – это не гарантийная часть машинки, поэтому если вы купили машинку и в первый же день у вас что-то там с ножом не так, лучше сразу же бегите менять. Через неделю у вас никто точно менять ничего не будет, поскольку гарантия не распространяется на ножи. Дальше. Едва ли ни одна из самых важных бумажек в коробке. Она такая маленькая, опять же, на нескольких языках, но читать ее не обязательно, достаточно рассмотреть картинки. О картинке у нас говорят, внимание, смазывайте хотя бы один раз за 24 часа свой нож. Смазывайте его в пяти позициях. Три позиции – это на кромке ножа нарежущей, и две по бокам – слева и справа. Обязательно. Недостаточно смазывать с одной из сторон. Что бывает, когда не смазывают во время ножи, я вам покажу в одном из следующих видео. Как раз у меня недавно одна клиентка притащила машинку с жалобами, что она плохо работает. Ну и, собственно, посмотрим, в чем же там была причина, к чему это все привело. Ну и, наконец, последняя бумажка. Самая бесполезная – это сертификат соответствия о том, что эта чудо-машинка соответствует всяческим европейским нормам. Хорошо. Бумажки выкинули в сторону. Смотрим, что у нас в комплекте. В комплекте у нас подставка. Подставка, скажем прямо, не самая удобная. Просто-напросто она не слишком прочно стоит на столе. Очень легко сковырнуть. Да, упадет машинка, и можно ее разлить. В подставке имеются пазы под масло и под кисточку. В принципе, ничего плохого в этом не вижу. Всегда будет под рукой. Имеется у нас зарядное устройство. Точно такое же, как на всех предыдущих машинках. Точно такое же хлипкое. Вместе соединение штекера с проводом. Не советую поэтому работать с проводом. Это сокращает очень существенно срок службы зарядного. Зарядное дорогое. Насадки. Насадок стало больше. На две штуки. Если у Moser Chrome Style было 4 насадки. 3, 6, 9, 12 мм. Здесь добавили еще 2. Но не самых удачных. Добавили большие насадки. 18 и 25 мм. Которые, вообще говоря, профессиональному мастеру не нужны. Лучше бы вместо них добавили насадки на 1,5 и на 4,5 мм. Чтобы делать так популярные мини-фейды, андеркаты и прочие барберские штучки. Хорошо. Наконец, сама машинка. Итак. Машиночка. Напомню, машинка пришла на смену Moser Chrome Style, но так и не смогла ее заменить. Давайте подумаем почему. В момент появления это была, наверное, первая мозеровская машинка с литий-ионным аккумулятором, что было прямо отображено в ее названии. Но чуть позже, Moser подумали-подумали и заменили в Moser Chrome Style аккумулятор никель-металл-гидридный на, опять же, литий-ионный. И превратилась у нас Chrome Style в Chrome Style Pro. Дальше. Второе существенное отличие. Это корпус. Монолитный. Без швов. То есть, здесь корпус как стакан, в который целиком вставляется весь механизм машинки. Благодаря этому волосы у нас никогда не должны забиваться внутрь машинки, ну и как-то препятствовать работе мотора, либо электроники. На практике, вроде бы, швов нет, все замечательно, но волосы могут забиваться в тонкую каемку между кнопкой и корпусом, приводя к постепенному отслаиванию кнопочки. Есть такая неисправность на данных машинках. Поэтому в конце работы вы метаете лишние волоски, чистите машинку, не ленитесь. Система информирования. На Moser Chrome Style были просто лампочки, которые информировали об уровне заряда. Четыре лампы. Ну, грубо говоря, по 25% на каждую лампочку. Здесь лампочек, отвечающий за заряд, стало на одну меньше. Всего три штучки. Последняя третья мигает, значит, скоро уже полностью разрядится. Ну, и нижняя лампа с изображением масленки говорит о том, что у нас не палатки с ножом, что повышенное трение, необходимо его смазать, почистить и так далее. На практике, если последняя нижняя лампочка замигала, то, как правило, смазать уже поздно. Нужно либо разбирать и прямо чистить от души нож, либо вообще нести его в переточку. На Chrome Style такой лампочки не было. Она просто пеликала, чем вызывала недоумение. Потому что, ну, не любят у нас мастера читать инструкции, чтобы вычислить, что же означает этот звуковой сигнал машинки. Поэтому от звукового сигнала здесь отказались и сделали лампочку. Дальше. Нож. Нож остался практически такой же, как у Chrome Style. Если так смотреть, отличий, в общем-то, и нет. Да. Немножко более матовая стала поверхность. Возможно, изменили режим цементации, не знаю. Но, в принципе, если их отдельно друг от друга разглядывать, вы этого отличия даже и не заметите. И там, и там длина среза от 0,7 до 3 мм регулируется одинаково. Все вроде бы одинаково. Если снять ножи, то мы увидим одно очень небольшое отличие. Итак, вот нож от Moser Chrome Style, вот нож от Liti Pro. Здесь у нас механизм полностью открыт. Видим пружинки на виду. И они могут забиваться волосами. Здесь все это закрыли крышечкой. С одной стороны, вроде бы хорошо. Волос туда не попадет. Но все-таки отверстие там есть. Волос все-таки может попасть. И вычистить его будет невозможно. Если у Chrome Style можно было просто взять и почистить все это щеточкой, то здесь так не получится. Придется полностью разбирать нож рано или поздно. Откручивать винты, располовинивать его, чистить, потом собирать обратно. В принципе, ничего страшного в этом нет. Нужно просто иметь специальную торгусовскую отвертку под эти винты. Дальше. Машинка стала немного легче. Легче она стала на 30 грамм. Chrome Style с ножом весит порядка 290 грамм. Liti Pro с ножом весит порядка 260 грамм. Облегчение произошло у нас, во-первых, за счет материалов корпуса других. Ну и во-вторых, самое главное здесь это уменьшение емкости аккумуляторов. Если здесь машинка работала порядка 90 минут на одном заряде, здесь всего 75 минут. Ну, соответственно, здесь заряжается чуть побыстрее. Здесь за 60 минут заряжалось, здесь за 45. Хорошо это или плохо? Ну, в принципе, 75-90 минут, 15 минут вам роли не сыграет. Всегда можно подставить зарядную подставку между клиентами. Машинка у вас дозарядится. Учитывая то, что здесь есть режим быстрой зарядки, никогда вы не останетесь с полностью разряженной машинкой. Мощность мотора. Мотор здесь остался примерно той же емкости, что и в хромстайле. И там, и там чуть больше 4 ватт. Это довольно высокая мощность. Это вполне достаточно для стрижки любого типа волос. В том числе и влажных волос. Но влажные волосы стричь надо с опаской, поскольку может у нас просто корродировать нож. Не забывайте его почаще смазывать. Тогда, в принципе, и влажный волос не будет большой проблемой. Итак, давайте попробуем сказать, чем же это лучше машинка, чем хромстайл про или не лучше. На самом деле, отличий-то таких принципиальных нет. Мотор остался тот же, нож по большому счету остался тот же. Насадки, в общем-то, те же самые. Все то же самое. Поэтому единственное отличие здесь, это просто корпусы. Если вам такой корпус больше нравится, такой внешний вид, такая форма корпуса, здесь она немножко изменилась, приобрела изгиб, то берите себе липро. Принципиальных отличий, которые скажутся прямо на качестве стрижки, здесь нет. Хромстайл про и липро стричь будут одинаковы. Мощность одинаковая, нож одинаковый, производитель один, никаких принципиальных отличий нет. Поэтому, хотите взять хромстайл, берите хромстайл. Хотите взять липро, берите липро. На этом, пожалуй, все. Будут еще вопросы по этой машинке, задавайте их в комментариях. Не забывайте, если вам видео понравилось, сделать пальчик вверх под видео. Также можете подписаться на наш YouTube-канал Енот Постригун. Можете вступить в нашу группу ВКонтакте. Там тоже иногда бывает кое-что интересное. Ну и не забывайте, что практически все, что у нас выступает на видеообзорах, можно приобрести в нашем интернет-магазине Енот Постригун. На этом все. Пока-пока.